Вы разглядели у нас господина Березу. Ну попутал с Ярошем они где-то там. Ну хорошо, Сергей Ярош, вам слово. Нестор Петрович. Нестор Иванович. Я тоже попутал. Я делясь. Нестор Петрович это в большой переменке. А я Нестор Иванович. Ну вы почти схожи. Да историки по образованию, согласен. Нестор Иванович. Начнем издалека. Вы приехали на автобусе с тетушками. 22 человека. Видеокамеры, как внутренние, так и внешние. Получается, вода существует, которые засняли. Это раз. Второе. Находились вы 12 минут в холле, даже администрации, не договоряясь ни с кем о встрече. Вы находились там, непонятно зачем, с господином Скориком. Затем, да, действительно, вы вышли и у вас начался конфликт с людьми, которые подъехали и которых вы абсолютно не ждали. Я понимаю, что у вас был свой сценарий. По которому вы должны были стать жертвой. И вы не думали, что произойдет так, как произошло сейчас. Обратите внимание, я специально вас не перебивал. Мне было интересно, что вы скажете. Вы же, по идее, верующий человек. И вы должны знать обращение к римлянам. Кто ты, человек, что думаешь избежать суд Божий? Так вот, в данный момент, я считаю, что вы просто не учли то, что у Господа Бога свои планы насчет вас. Кроме этого, я могу вам сказать, что по деяниям твоим и воздастся тебе. И тот человек, который в Мукачево впервые использовал тетушек, встретился с народным гневом именно сейчас в Одессе. Вы, тот человек, который был 10 декабря на Майдане. Вы были 10 декабря на Майдане. Вы хохотали, когда менты и тетушки избивали людей. Это хорошо видно. Не избивали, убивали. Гальба! 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 Вы были там. И на сегодняшний день вы даже ни разу не покаялись перед людьми. На сегодняшний день вы, один из тех людей, который голосовал за те законы, вы не извинились, вы не отозвали свою подпись. Более того, вы считаете себя правым. И вы будете считать дальше. Вы всю жизнь представляли из себя представителя той самой власти, бандитской власти, которая убивала на Майдане людей. И на сегодняшний день вдруг вы столкнулись, что оказывается вас не любят. Вас сильно не любят. Более того, не за что. А самое главное, вы вдруг увидели, что вы такой же, как и мы, из плоти и крови. И ваш значок, и депутатская неприкосновенность для народа не играет роли. Я не могу ответить. Хорошо. Я не закончил. Последняя фраза. Пожалуйста. То, что у вас была интересная задумка, которую вы не смогли реализовать в Одессе, показывает, что если вы хотите рассмешить Господа Бога, расскажите ему о своих планах на завтра. У вас был не очень хороший резюсер, плохая постановка, а самое главное, отвратительные актеры. Так вот, я хочу вам сказать, не играйте с украинским народом. Украинский народ показывает, что он сейчас переполнен эмоциями. Эти эмоции негативны. И вы должны, как человек, который должен... Ну, вы же умный человек. Это вы точно не царёв. Вы можете проанализировать ситуацию, не зря то, что вы были из одной партии. Вы должны сделать вывод, что вас не хотят видеть в Одессе и в Одесской области. Посмотрите, люди... Да, вы жертва. Я признаю, это было рукоприкладство. А в украинской политике кто-то... Но! Но! Но я хочу вам сказать одну главную вещь. Нестор Иванович, наверное, вам пора завязывать с политикой и на пенсию. Я могу ответить? Первое. В следующий раз внимательно слушайте, о чём я говорю. Я сказал, ради того, чтобы избежать побоища в медиа-центре, который за 150-200 метров от областной администрации, я зашёл в фойе... Я же не перебивал. Я же не перебивал. Мы специально зашли в фойе администрации, чтобы встретиться там журналисты. Первое. Второе. Вот здесь у вас прокольчик. Я не приехал на этом автобусе, а я приехал на абсолютно другом автобусе. На маленьком ВИТО, и он стоял рядом. О каком автобусе вы, наверное, имеете в виду тот автобус, который подъехал, в котором я потом уже уехал, но в который автобус мы смогли запрыгнуть, что-то и уехали. Особенно там уже не выбирали. А приехал я абсолютно на другой машине. И это тоже видео зафиксировано. Но самое главное, но самое главное, это по поводу Одессы. А давайте проверим. Я как только с меня снимут повязку, поеду в Одессу. И мы увидим, как Одесса принимает человека, которого поддерживал 10 лет, и который 10 лет жизни отдал, отстаивая принципы, которыми живет Одесса. И вы приедьте туда. Только не с автоматами, не с угрозами. Не бейте, не пугайте людей, не запугивайте. А придите спокойно.